Книга Откровения, 11 глава. Пожалуйста, посмотрите на стих 2 и на стих 3. Не надо читать. Посмотрите и скажите, на ваш взгляд, здесь говорится об одном и том же периоде времени или нет? Ну, как бы, вот ваше мнение я хочу. Будьте, пожалуйста, внимательны и посмотрите. 2 и 3 стих Писания, ну, вот здесь Иоанн говорит об одном и том же промежутке времени, ну, если мы почитаем, да, это получается 3,5 года. И там говорится о 3,5 годах, и здесь говорится о 3,5 годах. Давайте обратим вот на что внимание. Во втором стихе говорится, что «а внешний двор храма, исключение измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Так? Это этап. Ну, я как проведу параллель, да, к тому, что мы читали в 12 главе, что жена, она спрячется в пустыне, помните, на 3,5 года. И что это всеми сводится к тому, что это был самый такой страшный период особенностей в жизни Израиля. Потому что он особенно будет притесняем со всех сторон. И второй стих, он говорит, что они будут попирать святой город 42 месяца. То есть говорится о том, что язычники, да, подразумевается, что? Что все народы, да, они будут попирать Израиль, то есть святой город, Иерусалим, да, весь Израиль, 42 месяца. То есть это будет особый период, особое гонение. Как если мы смотрим в день, да, то это будет какая часть дня? Это будет тьма. Тьма. А теперь посмотрите в отношении двух свидетелей. Эти два свидетеля, они чем заняты? Они свидетельствуют, да? И это происходит на протяжении какого времени? Трех с половиной лет. Трех с половиной лет, да. Но написано, что им была дана такая власть, да, что люди, не верующие, что? Мучились и так далее, да, от их свидетельства. Но никто не мог к ним подойти, видите? Три с половиной года они свидетельствуют и не прекращают свое свидетельство, и нету никакого ущерба им от этого. Вы понимаете, да? Вы уже чувствуете разницу между этими годами или нет? Хорошо. Хорошо. Еще раз вернемся к Малахи, пророку Малахи, 4 глава. Пророк Малахи, 4 глава. Пятый стих. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого и Страшного. Когда этот пророк должен прийти? Пред наступлением. Пред наступлением Господня. Вы слышите? Дня Господня. А день начнется откуда? С тьмы. Помните, мы говорили, да? А день начнется с тьмы. Значит, Илья, если мы считаем, что один из этих пророков точно был Илья, как бы вот в этом отношении, как бы меньше всего сомнений в том, что один из пророков все-таки является Ильей. Если мы считаем, что он был Ильей, и он пришел при наступлении Дня Господня, значит, он пришел перед Днем Господнем, да? То есть при наступлении. День начнется с тьмы. Он находится в какое время тогда? Он находится вечером. То есть он еще пока находится во свете, да? То есть накануне наступления дня он находится Господнем. А день начнется с тьмы. Таким образом, 3,5 года, о которых говорит здесь Писание, они находятся в этой части. 3,5 года — это как бы день прошлого дня, понимаете, да? Или вечер прошлого дня, да. То есть это период дня, когда был свет, потому что слово проповедовалось, понимаете, да? Это был день, и никто ничего не мог сделать в течение этого времени, да? То есть им была дана такая власть, что никто не мог противостоять этому. Но с момента того, когда дьявол упадет на землю, помните, мы говорили, да, наступает на земле что? Тьма. Наступает следующих 3,5 года. Те годы, когда описывается в 12 главе, что женщина бежала от дьявола и спряталась в пустыне. Помните, она находилась там сколько? 3,5 года. Отсюда мы можем видеть, что это был... И там также сказано, помните, что горе всем живущим на земле. То есть приходит определенный, в действительности, страшный период времени в жизни всех живущих на земле. То есть вот эти вот следующих 3,5 года. Ну, наверное, вы не раз слышали, да, что период скорби, он составляет 7 лет. Слышали, да? Что период скорби составляет 7 лет. Вот эти 7 лет. Откуда они берутся? Вот они. Вот они 7 лет. Период скорби, который составляет 7 лет. Значит, возникает следующий вопрос. Значит, возникает следующий вопрос. По поводу Вознесения. Есть этот вопрос или нет? Для вас вообще вопрос Вознесения ясен или нет? Вообще, знаете, о чем я говорю? Вознесение тела Мессии. Я говорю о Вознесении тела Мессии. О Вознесении тела Мессии я говорю. Я не говорю о Вознесении Ишуа, которое было здесь. И потом было сошествие Духа Святого здесь. Я говорю о том, что... Я не знаю, ну, на самом деле, насколько, как бы, то есть, я не могу этого сказать. Да, но я знаю, что уже есть промежуток времени, который мы прожили, в 2000 лет, да? С момента Вознесения Мессии и с момента сошествия Духа Святого. Но я предполагаю, что мы приближаемся уже. Я предполагаю, я не знаю точно. И никто этого, на самом деле, не знает. Но предполагаю, что мы уже очень близки вот к всему этому периоду времени. Я скажу, что большая часть верующих, и я не буду сейчас это все доказывать, я просто выскажу как мнение, хорошо? Большая часть верующих сходится к тому, что Вознесение тела Мессии, оно будет происходить вот здесь. При наступлении вот этих трех с половиной лет, которые будут свидетельствовать пророки, при наступлении этого семилетнего периода, о котором говорят, что это период скорби, все, как бы, ну, в большинстве своем сходятся во мнении, что в действительности, рассматривая многие моменты Писания, да, что этот момент, он будет именно происходить здесь. Я скажу, что, как бы, есть некоторые моменты, связанные с этим. Ну, например, допустим, существует такое понятие, высказывание, что не открылся еще Антихрист до тех пор, пока есть удерживающий его. Знаете эти слова, да? Пока не будет взять от среды удерживающий его. Некоторые утверждают, что удерживающим является Дух Святой. И я бы сказал, что можно было бы согласиться с этим, с одной стороны, слушая объяснение того, что Дух Святой будет взят, и вместе с ним возьмется тело Мессии. Ну, тогда непонятен такой момент. Если Дух Святой будет забран от земли, то откуда берут эту силу два этих свидетеля? С Духом они будут следить и встать. Да. Три с половиной года. Понимаете, да? Каким образом тогда люди будут спасаться, если это действие, которое конкретно имеет отношение к Духу Святому? Поэтому, я скажу честно, я, например, в эту версию не верю. Вот. Ну, понимаете, да? То есть я, например, не верю в то, что Дух Святой будет взят, и вместе с ним будет взята церковь, тело Мессии. Да? Я понимаю так, что Дух Святой будет продолжать здесь находиться, потому что иначе каким образом будут люди спасаться? Без Духа Святого никто не может спасаться. С Духа Святого не пришедший от великой скорби. Сейчас. Правильно, да. Значит, я вот просто не верю в то, что Дух Святой будет взят. Я не знаю тогда точный ответ, как бы, это хороший ответ тогда на эти слова, знаете, ну, что пока не будет забран удерживающий. То есть его как вариант можно, ну, в действительности утверждать тогда, ну, если бы Дух Святой был забран, да, и пришел бы тогда Антихрист, открылся бы, как бы логически так думать и нормально подходить к этому вопросу. Но рассматривая дальше Писание, ты сталкиваешься с тем, что эта логика на этом и заканчивается, потому что нету как бы дальнейшего никакого объяснения. всему происходящему. Но есть, как бы, немножко интересные и другие вещи. Значит, предположим, что все остается правильным в отношении того, что в действительности в момент наступления этого семилетнего периода, да, тело Мессии будет забрано отсюда. Значит, возникает тогда вопрос, если все верующие вознеслись, да, откуда, значит, появляются потом тогда другие верующие, откуда появляются, скажем, эти два свидетеля. То есть возникает очень много на самом деле вопросов тогда. То есть если в действительности мы придерживаемся этой точки зрения, а я скажу, я ей придерживаюсь так же, вот, но возникает тогда вопрос, откуда берется тогда вдруг верующий тут же. Знаете, теоретически это, ну, то, что я сейчас буду говорить, это не является доказательством, основанным на Писании. То, что я сейчас буду говорить, это как теория. Поэтому я и говорю, что это теория, это не доказательство. Допустим, некоторые вопросы, которые мы рассматривали, мы рассматривали на основании Писания, то, что говорит само Писание. Но то, что я сейчас буду говорить, это больше как теория, откуда оно может появиться и откуда оно может взяться. Например, на сегодняшний день в Израиле большинство людей достаточно хорошо ознакомлены с Танахом. Начиная с 1948 года Танах преподается в школах. И это говорит о чем? Что они там в начальных классах, вначале изучают просто, знаете, героев Библии. Потом переходят в средний классов географии и каким-то историческим еще исследованием. И в старших классах они уже изучают пророков. То есть первое, что мы можем сделать, заключение, что в принципе практически, ну, скажем, все новое поколение как бы Израиля, да, ну, не говорим о пожилых людях, которые приехали еще тогда, да, или приехали сейчас и мигрировали. Но люди, которые уже получили образование в Израиле, они достаточно неплохо, я не говорю, верят там и так далее, но достаточно неплохо ознакомлены с Танахом. Кроме того, в университетах и в институтах проходят очень часто в программе Новый Завет. В части как ознакомление, потому что Новый Завет является, ну, уже как бы это, знаете, уже не откидывается в сторону, что это еврейская книга, понимаете? Вот, второе, это то, что куда вы не пойдете в Израиле, вы везде все время сталкиваетесь с этой личностью, Ишуа. Хотя многие просто, ну, пренебрежительно говорят Ешу, да? Но в то же самое время они все равно сталкиваются с этой личностью, и хотя бы нужно для кругозора своего знать, о чем вообще идет речь. И, в-третьих, как бы есть многие люди, которые прочитали, например, Новый Завет только с одной целью, потому что им было любопытно. Потому что сталкиваясь везде как бы с этим именем, с этими событиями, которые и все люди приезжают, чтобы увидеть это и так далее, то есть им было просто любопытно, чтобы узнать об этом. То есть я хочу сделать заключение, что в действительности многие в Израиле люди ознакомлены с Танахом, в первую очередь, но также и с Новым Заветом. Один психиатр рассказывает такую историю, он сам верующий, верующий в Ишу. И он рассказывает историю, что, значит, к нему прислали на обследование военнослужащего и прислали по той причине, что он также являлся верующим в Ишу. Никто не знал, что этот психиатр, он нигде это не афишировал, что он является верующим в Ишу. Когда этот молодой человек пришел на это собеседование, на обследование, так сказать, они беседовали, дискутировали, присутствовал еще один человек, его помощник, этого психиатра, другой психиатр, который являлся религиозным евреем, иудеем. И когда они беседовали, они вели эту беседу, там говорили и так далее, то этот психиатр верующий, он потихоньку как бы старался перейти к этим вопросам, так ему интересно было. И молодой человек, солдат, он также отвечал по этим вопросам, и они двигались, рассуждая на тему как бы веры и так далее. Тот не хотел как бы задавать какие-то прямые вопросы, чтобы тот не понял, что он верующий и не знал как бы, а тот не хотел, чтобы его признали сумасшедшим, знаете, ну как бы или как-то там, что у него какие-то проблемы, чтобы его из армии попросили. Тоже двигался в этом направлении очень медленно. Но они продвигались в этих вопросах, рассуждая о Бьешу. Когда подошел вопрос об обсуждении вопроса вознесения, молодой этот человек замолк, потому что он подумал, что если я сейчас скажу о вознесении, то меня точно примут за сумасшедшего и просто выгонят из армии. И наступила такая, знаете, пауза, молчание такого. И в эту паузу прервал вот этот ассистент, да, помощник, который был религиозным иудеем. Он прервал ее со словами. Ты что, не знаешь, что написано в первом послании Фессалоникийса в 4 главе? Он говорил о вознесении. Сам он сказал о вознесении. Он ему задал конкретный вопрос. Он говорит, ты что, не знаешь, что написано в первом послании Фессалоникийса в 4 главе? О том, что должно быть вознесение. И, знаете, эта история показывает о том, что даже некоторые, я не говорю, что все, не могу утверждать, понимаете, да, но даже некоторые религиозные иудеи, они интересуются тоже Новым Заветом. И интересуясь, они тоже задумываются о том, что там написано. Все, о чем это я веду повествование, я веду вот к чему. Представьте себе, наступил этот день, мы не знаем, когда он наступит, вознесение. Люди, пришедшие там на свои рабочие места и так далее, вдруг они исчезнут. Вот представьте себе, да, мы, например, находимся с вами в Израиле, да, среди нас, мы с вами не верующие, картина такая, да, мы с вами не спасенные, вернее, будем говорить так, более правильно, не спасенные люди. Среди нас находятся спасенные. Наступает такой момент, что все эти спасенные вдруг испаряются. Вот они были, и вот их и нет. Как вы думаете, что произойдет? Я думаю, что наступит определенный шок. Вы понимаете, да? Наступит определенный шок. Люди увидят, что это произошло. И я думаю, что многие начнут вспоминать, в первую очередь вспоминать то, о чем говорило Писание. Многие начнут вспоминать, о чем было им проповедано. Дух Святой будет трудиться в их сердцах. И я думаю, что именно в этот момент, в момент Вознесения, многие люди обратятся к Господу. И таким образом, когда тело будет забрано, ну, верующие, да, то есть не все тело будет забрано. Я имею в виду, в тот момент спасенные, которые были на тот момент, они будут забраны, то в этот момент появятся многие другие спасенные люди, которые уверуют по той причине, что они увидят. Это Вознесение. И я думаю, что вот в Откровении, в седьмой главе, давайте откроем Откровение. Четвертого стиха. Прочитайте, пожалуйста. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен и сынов Израиля. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Руима запечатлено двенадцать тысяч, из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Осирова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеоновна запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Заволонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Посмотрите, понятно, что здесь перечислены двенадцать колен, что сто сорок четыре тысячи, которые будут из двенадцати колен. И что вот я думаю, знаете, и я нашел, что многие-многие утверждены, что это именно так. Что эти сто сорок четыре тысячи, они появятся в результате того, что будет Вознесение, и это сто сорок четыре тысячи, которые уверуют в момент Вознесения. Таким образом, в этот промежуток времени появятся верующие после Вознесения Церкви сто сорок четыре тысячи, о которых говорит Писание, и два свидетеля, которые можно будет назвать их как лидерами этого движения, которые будут иметь огромную силу и власть, которые будут проповедовать Евангелие всем остальным, неуверовавшим в этот момент людям. И это будет особенный период этого времени. Ну, могу сделать сразу заключение, знаете, что сто сорок четыре тысячи – это именно евреи. Это не люди какие-то, призванные из других народов и так далее, как есть много утверждений. Да, то есть там конкретно говорится, что это евреи, которые призваны из двенадцати колен Израиля и так далее. То есть вот этот промежуток времени, как бы начало этого семилетнего периода, он начнется с того, что будет Вознесение Церкви и появятся новые верующие, в числе которых обязательно будут эти сто сорок четыре тысячи и два свидетеля, которые будут проповедовать Евангелие всем. Что еще важного нужно заметить? Это будет не сильно большой промежуток времени. Это будет промежуток в три с половиной года, когда они будут иметь такую большую активность и возможность проповеди Евангелия. Поэтому можно сделать заключение, что они не успеют, знаете, разделиться на деноминации, разделиться во мнениях, взглядах и верах и так далее. У них не будет просто на это время. Они будут едины в том, чтобы проповедовать Евангелие и заниматься делом, а не заниматься какими-то другими вещами. Что важного еще? В этот промежуток времени. В этот промежуток времени. Это все буду сейчас говорить уже так, не давая объяснение из Писания. Мы уже что-то говорили. В этот промежуток времени восстанет Антихрист. Вот отсюда также, начиная отсюда, от момента Вознесения Церкви. Восстанет Антихрист. Отсюда он восстанет. Восстанет Антихрист. Вот. Он получит здесь, он получит особую силу и власть, которую ему даст сатана, который упадет с неба на землю. Но он восстанет здесь. И, скажем так, своим каким-то указом, решением или так далее, он будет способствовать тому, что будет начато и будет построен третий храм. Будет построен третий храм. Для вас это понятно? Именно в этот промежуток времени будет построен третий храм. В результате чего? Что? Он не просто за три с половиной года построится, он построится очень быстро. Вот. Он построится очень быстро, этот храм. Я не знаю, какие там считанные периоды, ну, как бы какой-то короткий считанный период, он быстро построится, этот храм. Кроме того, иудействующие в тот момент, их возможно, ну, я не знаю точно, но может быть. Будем считать, что, допустим, их будет где-то, может быть, одна треть от всего населения. Иудействующие осуществят с помощью этого человека, Антихриста, с его разрешения, строительство храма. Они возобновят поклонение там по закону Моисеева и будут приносить жертвы. Будут очень много сил прилагать для того, чтобы остаток еврейского населения забрать к себе противовес тому, что будут делать два этих свидетеля и эти 144 тысячи. Это все будет происходить в этот промежуток времени. То есть это семилетний период скорби, но вот эта часть, она как бы еще светлая часть. Помните, мы говорили, да? То есть она еще не темная часть, она еще светлая часть. То есть самой трагедии еще нету такого, основательной такой трагедии нету. Это промежуток, когда идет развитие только и нагнетание всей этой ситуации. И сама трагедия начнется вот с этого момента, когда дьявол будет сброшен вниз. И наступит следующий промежуток, это трех с половиной этих лет, когда наступит тьма, когда наступит сильная трагедия, особенно для народа израильского. Когда они будут гонимы, когда будет против них, ну, восстанут все народы, будут попирать их и так далее, и так далее. Понятно? На сегодня...